И бестмастер. Не, ну какой же у гладиаторов дефолтище, просто передефолтище, невероятный какой-то просто. А вот ОДЖИ, да ОДЖИ, у них такое веселье. Тройка Абадон, четверка Фурион, ну не Фурион, а Бэтрайдер, ну вы поняли. Только еще Хускара с Тускаром и Пуджа не хватает. Тридцать секунды. Разменивает Квина. Так вот, мидерами разменялись до крипов. В принципе, мидерам пофигу, что ими разменялись. Небольшой плюс для Квина, потому что он чуть-чуть опыт успел получить за этого Тиня. Тиня умер первый. Но ФБ, блин, дракта продолжается. Если что, Тайга с дурачьё дерется. Тайгу здесь забивают, дурачьё фраг забирает. Заигрался, молодой. Нельзя всегда ебать, в один момент ты начинаешь сосать. И вот в этот момент тебе припоминают, конечно, что ты там лучше всех играешь. Тебе говорят, о, здорово, мужик. Как раз ждали этого момента. Пальчики разминали, так сказать. Читай комментарии, впитывай. Но пока Квин на коне. Пока. А там дальше поглядим. Однако линию БЗМ он немножко проигрывает все-таки. Ранги. А, кстати, действительно, забыл я. Чу 303 ранг. АДМ 34 ранг. И БЗМ 6 игрок в мире. Юраги 45 ранг. Тайги 152. Силерия 65 ранг. Дурачё 146. Эйс без ранга. Тофу без ранга. Квин 5 ранг. Кстати, я вот думаю. Дурачё, блядь, 146 ранг. Так а может, почему его нельзя было позвать на стример с батл? Такой карточный домик. Если он был бы не бэтрайдером и героем поинтереснее каким-то, может, и левел у него был бы больше. Но даже если бы он не был бы более интересным героем, чем бэтрайдер, и левел бы у него тоже был бы маленький, многие герои что-то могут. На четвертом уровне, на третьем. Но не бэтрайдер. Этот сосал жопу. Впрочем, спросите вы, кто взял на бэтрайдера. Это они то, что убили бестаттно. Да, так и было. Кстати, у Квина проблем. О-о-о, и чё выживает. Ну, и кто пизделал бы трейдер нах? Мгновенная, кто пизделал, если что. Происходит прямо здесь. Ну, всё и топ, всё с пизды, получит. Просто, что это такое? Данька, у него, у Даньки 1200 ранг, да? Но играет он, играет он, ну, ну, как 50-й ранг, вот Янджи, 50-й ранг. Так Данька его в двух играх оттрахал в миде просто. На проигрышном матчапе, на эмбире шторма. Две карты разъебал его, просто, молодого этого, сосунка. Понимаешь? Это Данька. А у него, говорят, пятисотники, а играют они как пятитысячники, блять. Как будто, блядь, сука, дивайны какие-то. Просто, ноль импакта вообще от людей. Там, ну, ещё куда ни что, и ладно, с хрен с ним, с Томанена тут. Куда ни что, чё там, вроде, пыхтит-пердит, хотя тоже, конечно, не то, чтобы ярко до хера. Но остальные просто кошмар уже какой-то, вообще. Этот фаник просто, откуда он вылез вообще? Тоже 10 лет уже в доту не играет. Ну и, блядь, здесь же всё. Чем занимался 10 лет? Средний дотер такой какой-то, просто 10 лет не играет профессионально. Но продолжает играть в доту. Чем занимался фаник 10 лет эти, а? Как вы думаете? У меня есть предположение. Не буду озвучивать, чтобы никого не оскорбить лишний раз. А то обидчивые все очень. Типа... Вау, какой ультимейт от Тофу! Иквин их ебёт всех! А что теперь? А что дальше? А дальше ультимейт от Тейса, и у Тайги тоже проблемы. Ай! Ай! Ой! Ой-ой, с колбасой ситуация. Но, два в один размен, в принципе, как будто бы в пользу даже OG, потому что гладиаторы ведут, у них мига разобрали. Но он ни в хера не пользуется, потому что они в пятером забирали один фраг, отдали два фрага. Они заработали больше денег, типа. Но Магнус всё это время долбит крипов. Вообще не отвлекаясь. Иньча этим же занималась прямо сейчас. Поэтому у нас тут огромный Иньча. Она реально огромная. Огромный Магнус. Ой! Бессилие! Ой! Потечки ударил или чё? Лаки! Надо валить отсюда! Погоня Юраги! Он уже здесь! Водите! Квин! На месте! Выкинул! Пытался убить двоих! За двумя зайцами погонишься! Ни одного не поймаешь! Если вы хотите собрать два рэббинара, вы не собрать любого человека! Понимаешь? Бзм, блядь! Глупец! Что? Он всё-таки поймал кролика? Нет, не поймал! Пиздец! Кролика не поймал. Но они троих всё равно убили. Юраги! Там вот NVIDIA объявила, что они разработали, либо разрабатывают, либо разработали... Ну, очевидно, если разработали, то она ещё точно не в суперхорошей кондиции, наверняка. Так или иначе. Ну, короче, прогу такую... Ну, как не прогу, а скорее плагин, софтину... Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, короче, типа ИИ, который будет помогать в разработке игр, и чтобы NPC в играх... Он, короче, отвечает за то, чтобы NPC в играх... Как бы, чтобы это ИИ был, да? Чтобы не было заготовленных диалогов. Были только какие-то шаблоны диалогов, о чём этот NPC, ну, типа, знает, о чём он может говорить, Что он примерно там, в какой ключе должен говорить. А дальше он просто сам с тобой разговаривает. Ну, то есть, то, о чём мы все, как бы, мечтаем в компьютерной игре, Чтоб ты реально мог зайти и с барменом потрещать, типа, О, здорово, мол, как дела тут в городе? Чё делается? Я думаю, что, конечно, не сейчас, но через какое-то время... Это наверняка будет работать, и это будет, возможно, новая эра геймдизайна. В скобочках, блядь, это как интернет. Типа, мол, когда выходил интернет, ну, когда, типа, интернет появился, Всё-таки, вот, человечество сможет получить доступ к любой библиотеке и книжке в мире. Наконец-то бесконечное и безграничное развитие для всего человечества. А на деле, нахуй, а на деле, а на деле пасты Твича. Да, вот, самое главное, чтобы получили всё, это мемы с котами, и это в лучшем случае. Так что и здесь не факт, конечно, что эта технология по итогу будет эффективной, но я думаю, что рано или поздно, так или иначе, всё-таки будет. Мы, ребят, переходим по чуть-чуть, Вот, переступаем порог фантастики разнообразной, которая рассказывала, да, про какие-то виртуальные миры и жизнь в них. Вот, туда мы по чуть-чуть движемся. Мы, конечно, ещё не там, но мы идём в ту сторону. Возможно, лет через 10-20 какие-нибудь штуки, как в первом игроку приготовиться, уже никого не будут удивлять. Всё-таки, а, ну да, это же дефолт. Так всегда, как будто бы было. Ну, как сейчас интернет, грубо говоря. Все уж забыли, что когда-то его не было, а его реально 20 лет назад-то и не было толком. Ну, как бы он был уже, но... Это ещё было такое. Единственное, что там было, это midspin.com и... Упячка. Так, ну что, БЗМ? Ванвиз спрятался? Нашли его! Ооо! Это кэри об аддона? А это тогда кто, блядь? Ну да, в принципе, этого кэри ты особо не назовёшь. Ах! Аккуратно играть в Юраге. Но! Умер Дизраптор! Квин наебут! Вкатывается, дурачу сюда. Где он нажимает ультимейт? Пока живёт. Проблемки у Квина некоторые. Пытаются его добить, но у него диссимилеет. Ооо! Дурачьё! Как же он их катает просто! Аки коллапс! На интернет, что ли? Избивают сралка. Сралка убили. Ну и чё, естественно, тоже... Дурачьё прокатил на своём влотсатом мотороллере, ребят. Ну, ведь действительно так. Магнус достаточно волосат. И катается примерно как мотороллер. Такой типа... Ну и всё, сейчас вот вышка падает. Я думаю, здесь... Good game! Сейчас будет написан. Уже скоро. Брокин штука, конечно. Просто посмотрите. 16 уровень герой. В принципе, шмотки есть у Квина. Да, базара нет. Но не сказать, что их прям супер много. Промежуточная сабля. Манта, которая не даёт много дэмэджа, по идее. Она просто там даёт статы. Всё, по чуть-чуть, туда-сюда. И просто саккер. Он даёт 55 урона. Всё. А, 400 дэмэджа у героя. 400 урона. На 16 уровне. Это во многом из-за импавера, естественно. А во многом потому, что он универсальный герой. Ну и по сумме. Он универсальный герой, у него импавер. Вот тебе 400 урона. Ну, 400 дэмэджа на 16 минуте... На 16 уровне, точнее, на 25 минуте. Это пиздец же. Там многовато, знаешь ли, будет. Кстати, у самого Магнуса тоже где-то. 400 примерно. Вот другу Магнуса 500. Ну там 450. Ну, в принципе, да. Тут им ещё какой-нибудь Владмир купить на тусовку на эту. И там дело пойдёт. О, здорова. Квин. Просто меткой разъебался. Дурача, у него сатаник. Он не пенится. Да, да, да. Победа сил. Ну, Гладиатор играет лучше, конечно. Но вот этот вот драфт, если бы прям сейчас шёл бы Интернешнл, или прям сейчас шёл бы Мажор, пофиг. Вот этот драфт выглядит как драфт, который можно на пятой карте пикнуть этого самого Интернешнла или Мажора и выиграть игру. Это прям дефолт. Дефолт. Мега передефолт такой. При этом ещё и это не просто такой дефолт, вот просто такая мета. Это охуенный пик. По сумме в нём всё есть. Куча дэмэджа, тимфайт, всякие синергии, милишные коры, дополнительный рейнжевой кор в виде Инчи, да. Супер тимфайт, потому что ультимейт Магнуса, потом ещё ультимейт будет Дизраптора. Два контроля сквозь БКБ. Всё ещё присутствуют эти БКБ. Кто-то их покупает. Короче, просто идеальный драфт. И вот гладиаторы берут себе идеальный драфт, а OG, четвёрка Бэтрайдер, какая-то залупа, при этом они ещё играют хуже. Ну вот тут, да, ничего удивительного. В результате, наверное, этой игры по этому поводу не скажешь. Как бы тут так и должно быть. Ой! Оракл добили. Вот это неудачно получилось. Я не знаю, в каком месте били, а как они тут оказались-то вообще? Чё-то я не понял. А просто поехали за ним. А, ну он первого уровня. Но по ощущениям, как будто бы зря он ушёл от тавра своего, не знаю. Лучше бы он как-то вокруг тавра бы бегал. Дем, может, ему бы помог немного, там, якорем бы крутанул туда-сюда. Ну да ладно. Чё-то я пока смотрел этот момент. Там Юрага убил Эйса, Эйс убил Чу. Какие-то разменчики. Так что давайте просто прекратим и будем умными людьми, взрослыми. А не детишками, которые ещё, ну, как бы, молоко на губах не обсохло. Им вечно надо какой-то срач и найти виноватого во всём. Нам это не надо. Мы этим не занимаемся. Так, ладно, тут ебалово дикое. Диэмчик, а! Ремнанта поймал. Крутит якорем. Ёбанароу! Чё делать? Пиздец он... Белджилистый! Ну, подпиздили его. Ну, конечно, блин. Втроём на одного. Помните, у Дэцла была песня? Чё-то там плюёшь в разбитое лицо, чё-то когда четыре против одного. И... А, нет! Не плюй в разбитое лицо, когда четыре против одного. Вот так вот. Там чё-то про вампиров было. Короче, хайповая тема. Вампиры, всё дела. Опа, чё? Откис. Айго! Ты меня... Ой! Четвёртый... Третий Ремнант? И диссимилейт в один, ребятки! И диссимилейт в один. Вот так. Просто к тому, что вообще диссимилейт в один прокачать. Я вот не знаю, на каком именно уровне взял. Но... Раскачка 4, 0, 4, 1. Это... Искренне уверен. Я в том, что это пораженный билд. Где-то диссимилейт ты должен взять. Там, может быть, после первого ремната, может, после второго. Здравствуйте. Я менеджер нашей девы. Поп-мар. Хотим предложить помбой. С Александром Левиным вас устроит гонорар 3 пива. Только с Александром Правиным могу подраться. Довольно, не видно, где, откуда проблема могла вообще взяться. Гусин, донати. Дем! Засасывает его! Саша, Ремонт, плюс Бладсикер. Даже в комбане много, да? Так, подсасывает чувака. Кстати, для информации, Ярик – это единственный стример на Твиче, у которого не озвучиваются донаты. Ях, как это работает. Но это факт. Это потому, что, на самом деле, не единственный. Ты просто не натыкался еще на этих индивидов. Это не мое… Ну, как бы, знаешь, вот, как известно, проблема, там, не знаю, саппорта в доте, или там, хила в вове, это как бы его проблема. Но потом это становится твоей проблемой. То есть сначала ты говоришь, да это его проблема, но его проблема становится твоей. Вот это как бы проблема, вообще, Донейшн Аллердс. Она как бы не моя. Но, в итоге, она становится моей со временем. И, оп, твою мать, кто пиздил на бэтрайдера. Не, ну, понимаете, вот этот бэтрайдер – пятерка. Ну, у него девятый уровень. Какую штормать? Ну, это пиздец. Это я понимаю. Ну, если так бэтрайдеры будут каждую игру хуярить на пятерке, то я не буду вообще ебал открывать. Я такая же, да, ну, охереть, блин. Ну, просто гладиаторы ебут. Так вот, короче, проблема у них возникает, когда ты сигнал передаешь… Короче, когда ты стримишь двух компов, при определенном сетапе, через NDI, если ты передаешь сигнал вот доната с одного компа на другой, вот тут он периодически теряется. И неизвестно почему. И Донат Шнайвер там абсолютно похуй, как бы, на эту проблему. Потому что она, типа, мол, существует у, там, супер малого количества людей в малом количестве ситуаций. Донаты ему не нужны. А ребенка на какие деньги мы в детский сад и школу будем готовить? Без стака донатов сегодня в дом ни ногой. Блять. Ребят, накидьте сотку, плиз. Жена не пустит. Вот, короче, я писал Донат Шнайвер там по поводу этой проблемы, на что, в принципе, они забили хуй. Вот так я скажу. В среднем они забили хуй, скажем так. Ну и я потом тоже забил хуй. Ну они знают про эту проблему, более того. Но они, возможно, не в курсе, как ее решить толком сами. Потому что так иногда бывает. Смотрите, никогда не ставьте последние деньги. Это вообще последнее дело. Если вы ставите деньги последние, проигрываете их, вас бомбит жопа и так далее, ребят, это болезнь. Это надо лечить. Ставить надо только по фану. Вот. Никогда не последние деньги. Только чисто, блять, есть что-то пятихатка там лишнее залил, там, на КФ-2, на Ларла, смотришь, как он сосет, Минус Питон, сказал, ну и похуй. Вот. Вот так, да, больше никак. Так же и мне нельзя занатить последние деньги, ребят. Только ненужные деньги. Я принимаю только ненужные деньги. Нужные не принимаю. Так. Ну что-то такое происходит. Бля, каким-то образом в этой драке никто не умирает. Что за хуйня? А вот уйдем проблемы. О, бежит, дурачка. А вот и не дожит. Драчит последние деньги, но не познакомься, они не мои мамины, понял. У мамы из кошелька деньги не тяни. Жучила. О-о-о-ой. Чего, помогите. Помогите. О, запрыгивает Штормилу вперед на Тофу. Но Дем, к сожалению, привели к ему, не имеет блинг. Даггер, чтобы дать. Рэвидж, он дает, рэвидж, он дает. Вот, метеор, а вот и у дурачё проблемы, а вот и он-то погибает, между прочим, дурачё-то. А драка продолжается. У Шторма, теперь ебал, трясит ультимейтор, но пока что на нём. Сейчас живой. Идем идёт дальше. Можно гашетку дать, а можно не давать. Бля, как жесть, наваливает. Вот это возня. Здесь прыгают у юраги. Нужен клиган. Нужен клиган. Он не даёт клигана. Тайга не подсейвил. Всё на КД у него было. Тайга пытается убить Силерий. Он хилит его. Парефайль флеймами. Силерий Грыс, спасибо. Диэм крутится, вертится, как шар голубой. И он погибает. Пайпа очень сильно не хватает. Очень сильно не хватает Пайпа. Не та пара, чтобы была интрига, видимо. Хотя бывало время, где у Джи у нас играли получше, да? Ну, в то время там играла Марс и Факер. И каким бы Марс и Факерам ни был бездарем, всё-таки в нём, вот у него есть какая-то фишка, это жилка, да? Всё-таки его и тигры на Вайпер. Там на Марсах. Он действительно порой тащил катки для своей Тимки. Ультимейт, а Диэма неплохо. Силерия много дэмэджа, но огромные дэмэджи. От Квина количество, дурачё, пошёл за Юраги. А аккуратно, внимание, играть в Юраги, он делает телепорт, он вроде как улетает отсюда. То есть, а Марс и Факер, как иногда бывало, затаскивал. То там на Вайпере 6 слотов купит, то на Марсе. А вот с приходом Диэма, к сожалению, всё пошло по-прежнему, потому что Диэм не тоже был плохой игрок. Да не, вовсе нет, просто он не того этого. Немножко не так он в доту играет, короче. Он больше спейсер такой. А походу, Джей нужен тащер был, как Амар. Ай! Квин! Квин обомбит! Он уходит, возвращается у него. А Егиз ещё, рябка на Диэме. Ой, ай, 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 забили его. Кровь уже не остановить. Вот есть такой герой, как Марс. Что? Да, есть такой. А ещё есть такой герой, как Никс. Вот так что в донате-то был, я видел. Ну и чё, Асилерия? Юраги поймал в лосось, и Юраги всё, умирает. Манта нет, БКБ нет, ни хуя нет. Диваал. Юраги. Юраги. туда-сюда квинт запрыгнул берем чё рачу юраги вкб ну просто убегает бкб а можно был тп нажать как идеал сыграть коллеган не дается тайга тоже погибает до гладиаторы просто вытерли вот же просто вытерли вообще все сейчас я думал что он какая никакая борьба там хоть какая-то точная борьба но нет